Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя. И в сегодняшнем видео я буду приглашать вас ко мне в клуб, если вы играете вообще в Старстейбл онлайн. Если вам понравится это видео и вы захотите даже просто попробовать побыть у нас в большой семье, очень дружной, то в описании вы найдете ссылку, там будет запись. Под этой записью вы будете писать каждый один комментарий о том, как зовут вашего персонажа в игре, какой уровень, сколько вам лет в реальности, что для вас главное в клубе и, ну, просто почему вам нравится вообще эта игрушка. И какая ваша любимая лошадь. Вот это вот все вы должны будете написать в комментариях. Мы будем рассматривать заявки и приглашать вас. Потому что места у нас пока, в принципе, хватает человек для 30. Ну, приблизительно, да, где-то до 30, может быть, там до 25. Вот. Значит, в чем суть клуба? КСК Восточный дракон и мира. Это клуб, основанный на реальной выездке. Мы по максимуму показываем реальную выездку в этой игрушке, как это вообще возможно, насколько у нас хватает возможности. У нас очень приближенная к реалу схема конкурная. Нам их составляла когда-то девочка, которая занимается конкуром. Вот. Насколько это вообще возможно? Но я не говорю, что это прям идеально, как в жизни. Потому что, ну, препятствия мы передвигать в манеже не умеем. Вот. Также нету строгого критерия посещаемости. От этого иногда, правда, грустненько, что тренировки вообще не может быть, а что никто не может прийти, или придет на два человека. Потому что я не жестокая. Я понимаю, что у каждого своя жизнь, у каждого свой часовой пояс, у каждого свои обстоятельства. Но не могут все 20 человек прийти в одно и то же время, из разных концов России, даже и не России, на тренировку. Я понимаю это. Поэтому я не выгоняю за то, что человек не может ходить на тренировки, что он не появляется в игрушке, когда там кто-то из наших. Нет, самые главные критерии, благодаря которым я вас никогда не удалю из своего клуба, даже если там, ну, вы переписываетесь в общем чате ВКонтакте. Это обязательно. Без контакта мы вас вообще не берем. К сожалению. Это вот, я пыталась вести клуб без контакта. Вот, но это очень сложно вести запись, когда уже так много человек, без контакта. То есть я веду списки, анкеты, участие. То есть вот это очень просто. Без контакта мы участников не берем вообще. Вот хоть упроситесь, но не возьмем. Вот. Значит, чтобы и вас никогда не выгнали из клуба. Даже если вы вообще пока не можете играть, там, у вас кончился Star Rider, или вы лайф, но у вас нет времени пока что играть, но вы активно ведете иногда беседу хотя бы в диалогах, значит, вас никогда не выгонят. Если вы есть в диалоге, вы есть в группе, у вас есть анкета в группе, и ваш персонаж просто элементарно добавлен в клуб. Все. Вот эти четыре фактора, благодаря которым вас никогда не исключат, если у вас все это есть. Это прекрасно. Люди боятся, что я их выгоню за то, что они там не пришли на тренировки, что они не могут приходить вообще. Некоторые сразу уходят молча. Я потом им пишу в личку, почему ты ушла. Они мне говорят, у меня кончился Star Rider, я смогу его оплатить лишь через месяц. Вот насколько просто игроки некоторые запуганы мощными клубами, где если ты не пришел на три тренировки, тебя элементарно исключают. Я против этого. Мне не важно, как вы посещаете. Мне важно объединить людей, которым нравится эта игрушка, у которых много общего. Вот просто потому, что нужно держаться вместе, благодаря такой волшебной игрушке, и даже общаться на разные темы, узнавать друг друга получше. Может быть, у вас общая, у вас одинаковая порода собак дома. Может быть, вы вообще живете в одном городе, а вы в игрушке стали лучшими друзьями благодаря клубу. Значит, потом у нас, в принципе, у нас нету конкретной униформы, но я хочу ее вести. У нас была когда-то униформа, мы ее отменили. Теперь я веду голосование у себя среди своих драконов. И если все будет хорошо, то у нас снова появится клубная форма, но вы не обязаны будете ее носить. То есть, к примеру, кто-то, ну вот у него очень медленно капает СК, он не лайф, а он хочет накопить на какую-нибудь хорошую, крутую лошадку. Хорошо, я не буду тебя заставлять, конечно же, покупать крутую амуницию. Я не буду заставлять тебя покупать супердорогой шмот, который проще купить за СК, чем заработать шиллинги Юрвика. Просто поедь в Форт Пинте или там зайди к нам в группу ВКонтакте, посмотри самые простые модели амуниции и купи просто подходящую, к примеру, какое-нибудь жутко простое коричневое седло и уздечку. Также у нас обязательно перед каждой тренировкой осматривает тренер всех абсолютно учеников на предмет правильности амуниции. Если ты взял, ты конкурное седло или выездковое, если ты одел что-то не то, тебя отправляют переодевать срочно. Поэтому обычно мы приезжаем все минут за 10 на тренировку, но если нас много обычно собирается и кто-то не знает, то есть много новеньких. Мы приезжаем за 10 минут на тренировку, выстраиваемся в манеже. Руководитель, то бишь я или мой зам смотрит форму или тренер смотрит форму, если нас нет, проверяет. Если у вас что-то не так, вас отправляют переодеваться. Значит, самые простые критерии, то есть отложим тему официальной формы клуба, когда все одинаковые. Мне вообще это не нравится, но иногда хочется все-таки покататься, потому что мы все почти с этого начинали, когда все мы одинаковые, как солдатики. Значит, у вас должны быть либо черное, либо коричневое седло и уздечка. У вас должен быть абсолютно любой вальтрап, вообще любого цвета, любой формы, какой захотите. Но вообще правильно, если там по форме конкурный вальтрап и выисковый вальтрап под свое седло, то лучше бы еще и так. Любые абсолютно нагавки, никаких сумок с питомцами, никаких бантиков на лошади. На персонажа должны быть нормальные сапоги кожаные, то есть коричневые, черные, тоже без разницы. Главное, что там не ярко-желтые, но то вроде таких я не знаю. Вот. У вас должны быть темные перчатки, то есть это либо темно-коричневые, темно-синие, либо просто черные. Никаких белых перчаток. И у вас должен быть обычный черный шлем. Самый лучший вариант черного шлема, он правда не самый лучший по качеству, но он продается в Ярлхейме за тысячи с чем-то шиллингов Юрвика. Поверьте мне, это проще купить такой шлем, он хотя бы выглядит круто. Он черный и сидит на персонаже, как будто в жизни шлем одел. Это очень классно. В общем, это вот такие вот маленькие требования. Сейчас я еще также предложила своим дракошкам, что давайте введем, что формой амуний клуба будет вот то, что недавно добавили в Star Stable, конкурные пока что седла. Но я думаю, что ребята за это голосовать не будут, потому что как бы главный факт просто, чтобы амуниция была черная или коричневая, и все, качество не важно, главное, чтобы оно было. Ну, я просто решила попробовать за это проголосовать, потому что новые седла реально шикарные. В общем, вот такая вот история. Сейчас я активно хочу набирать народ, потому что лето, у нас много людей ушло, некоторые ушли создавать свои клубы, некоторые ушли, потому что им очень хочется вот этой жесткости в клубах, когда тебя просто заставляют ходить, не ходишь, тебя исключают, носи форму, не купил форму, ты вообще плохой, плохой, плохой. Кому-то нравится это. И я никогда не сержусь, у меня есть много учеников, которые уходят создавать свои клубы, уходят к своим друзьям в клубы, потому что те их просят. Просто уходят, потому что устали от клубов, но в итоге, что самое приятное для меня, для матери драконихи, да, это моя кличка у меня в клубе, это то, что драконы обычно возвращаются всегда. Это очень приятно. Не все, но большинство, они ушли, но потом они скучают по нам, возвращаются обратно, и этому рады все, это радуюсь я, это радуется руководитель, трейера, участники. Всем очень нравится. Очень часто я слышу от новичков, приходящих к нам в клуб, что у нас очень семейная атмосфера, поэтому я не говорю это пустыми словами, мне просто очень много, все это писали в ВКонтакте, писали в Старстебл, что там, я у вас три дня, но у вас такая семейная атмосфера. Я не говорю, что мы идеальный клуб, у нас очень много, ну как, у нас несколько человек ушло просто потому, что они поругались с кем-то внутри клуба, они обиделись на что-то, иногда обижаются, ну как бы, не просто так, а иногда обижаются впустую, непонятно почему. И я обычно стараюсь в личку писать человеку, что не ведите себя как дети, вы по сути поругались из-за ерунды, возвращайся обратно. Иногда возвращаются, иногда нет. Я не говорю, я их не осуждаю, потому что все люди разные, какая-то фраза кого-то очень больно цепляет, для кого-то это просто шутка, он посмеется и будет общаться дальше. Так что, это нормально, все тут могут ругаться, уходить. Единственное, что, кстати, вот просто, вот запрет в нашем клубе, вот гигантский, гигантский запрет, мы не переносим продажу и обмены аккаунтами. Если вы добавились к нам в клуб, сидите у нас в клубе на одном аккаунте, на каком-то постоянном аккаунте, или на втором аккаунте, на котором вы иногда заходите, ну просто потому, что вам клуб понравился атмосферой, а на основном вы в каком-то суперском элитном клубе. Но я не буду каждую неделю или каждый день, что, ой, я сегодня на этом аккаунте сижу, сегодня у нас тренировка, добавьте мне, и я не буду добавлять каждый аккаунт, если у вас там два аккаунта или три аккаунта, я не буду каждый этот аккаунт добавлять к нам в клуб, потому что, ну, вы сидите с трех аккаунтов. Я не буду их добавлять, я добавлю только один, потому что это лишнее место в клубе. Да, ВКонтакте можно очень много людей в группу пригласить, но лично в Star Stable есть определенный просто лимит участников в клубе. Поэтому, вот, один персонаж и все. Если вы начнете писать у нас в чате клуба, что там, я продаю аккаунты, я меняю аккаунты, то, или вы просто пишете про свою гигантскую активную деятельность по обмену и продаже аккаунта, и все, вам говорят, что все, до свидания, тебе заранее объяснили, что об этом не ни, молчок, как бы ты можешь этим заниматься, просто не говори об этом здесь. Ну, ты как бы, тебе сказали, ты не послушал, извини, но пока. Потому что я сбилась со счету, я человеком 10 за год вернула аккаунты от воришек. У кого-то это были чуть ли не родные сестры, воровщицы аккаунтов. Это было очень обидно. Самому первому человеку, который я вернула аккаунт, это была девочка вообще из другого города. Я ее знала неделю, 7-летняя девочка, и тут у нее взламывают аккаунт. И я еле-еле за один день ей вернула и почту, и аккаунт, и все, что у нее было. Да, ей там, у нее там продали лошадей, лошадок нескольких. Вот, у нее там продали вообще все, выкинули все и оставили ее просто без ничего, с одной началкой. Но благо, она не сильно расстроилась, потому что, ну там, другие лошади были куплены не ею, а теми, кто уже успел зайти на аккаунт. Но все-таки, вот знаете, мне лично это просто омерзительно, когда люди так делают. Я не понимаю, почему вы так делаете, это просто некрасиво. Вы можете писать у нас в клубе, нужен ли качер, но не настаивать. Спросили, если кто-то ответил, да, мне нужен качер, общайтесь уже с ним в личке. Не надо у нас захламлять все это в нашем клубе, в нашей большущей семье. В общем, вот такой вот мини-рассказ о нашем клубе. Так что, если вы хотите стать участником, или же вы занимаетесь реальной выисткой в жизни, или знаете ее вдоль и поперек, то мы даже можем устроить вам просмотр по возможности. И даже если все окей, сделать вас тренером. Но пока у нас очень мало народу, но сейчас лето, я надеюсь, мы сможем, надо брать людей. Если все окей, мы даже можем сделать вас тренером. Если много тренеров будет, то будут конкретные тренера по конкуру и по выистке. Но обычно у нас все тренера на две дисциплины. То есть это конкур и выистка, и один человек у нас на вестер. Просто один шикарный тренер на вестер, который мы все любим, все обожаем. И слава богу, вообще, что он к нам вернулся. В общем, спасибо за просмотр. С вами была я, Даналия. И вот сейчас я рассказываю, я чувствую, что у меня в душе, у меня в сердце всегда везде будет мой родной, мой любимый клуб, мои родные, любимые дракоши, сестры, я не знаю, как еще назвать ученики. Они для меня все и сразу. Так что, если хотите просто попробовать оказаться в наших рядах, переходите по ссылке в описании, внимательно читайте суть данной записи. И, возможно, мы с вами встретимся в скором времени на тренировке. Всем пока, удачи вам!